Здарова, я желаю, товарищи НЭЦ, весь вводят и срыв, у меня до вас есть много интересных новостей о нашей любимой, замечательной, прекрасной, балансной игре War Thunder. Это сливы, это новые карты и новая техника и подвесное вооружение. Поехали! И сперва, с чего бы я хотел начать, это с данного чудесного списка сливов авиации. И первая техника у нас в списке А6Е, которая у нас, конечно же, уже есть в игре, которую вы можете позволить за свои щельки, за свои очки и также за свои рубли. Чем отличаются данные А6Е от обычного? Во-первых, это новым крылом, кому не часто можете остановиться прочитать, и новым типом подвесного вооружения, а точнее, кассетными бомбами Соединенных Штатов Америки, которые вы можете видеть на своем экране. И интересная заметка, что когда разработчики анонсировали F-14V, да-да, на машину у нас тоже есть сливов, они упомянули интересную заметку. Ну и небольшой спор, самолет также будет оснащаться новым для игры типом подвесного вооружения, о котором мы расскажем совсем скоро. И я склоняюсь к тому, что это не какие-то новые ракеты-воздух-воздух, РЛС-ные ракеты, или ракеты-воздух-земля, земля-земля, все в этом духе, вода. Это кассетные бомбы, так же как и у А6Е. И заранее забегу, слева также у нас есть и Су-24, который тоже может нести, по идее, кассетные бомбы. И А6Е я вполне уверен, что данная машина будет введена в рамках Вартандера, так же как и F-14V с кассетными бомбами. Что вы, собственно говоря, думаете по поводу моих слов, пишите в комментариях, с удовольствием почитаем, пообщаемся и все в этом духе. Дальше у нас представлена немецкая Ундерваффе, Мессершмитт ВТ-109Д0. Чем он отличается от обычного Мессершмита? В хвостовом оперении, посмотрите, товарищи, оно у нас необычное и, так скажем, облегченное. Вы скажите, что данной машины не было, это снова взято с бумажек, с картинок и рисунков. А вот и нет, товарищи, данная машина была сделана в алюминии, металле, дереве, фанере и все в этом духе. Вы ее можете видеть на своем экране, сори за качество, не смог найти получше. Плюсы данного оперения данной машины, во-первых, это улучшение маневренности, это уменьшение веса машины и улучшение маневра. И дальше интересный маленький самолетик. Данный самолетик уже присутствовал в прошлых сливах, я не хотел про него рассказывать, но теперь расскажу. Фишки данного самолета являются его очень маленькие размеры, его очень хорошая скорость и маневренность. Для любителей и просто War Thunder, как по мне, данная машина идеально сойдет. И если честно, 50 на 50, но я верю, что данную машину ведут в следующем крупном обновлении. Дальше у нас И-215. Советский опытный образец. Увы, информации больше не нашел, но также был представлен еще один экземпляр. И-216, у которого было вооружение 30-ти миллиметровой пушки, а точнее даже 40-ка миллиметровые две. Если данную машину И-215 будут вводить в рамках War Thunder, я склоняюсь к этому, что и будут вводить И-216. И-216 как прем, и-215 как ветку исследования. А может их обоих ветку исследования, кто знает. Дальше у нас Ил-20, как сказал Изи, да, это большая бандура, РЛС, и с Иллевы это фейк. И 90 и 100% это всегда с Иллевы фейк. Нет, Изи немножко внимательно не залез в историю. И-20 это советский опытный образец советского штурмовика. Увы, машина не пошла в массовую серию. Но она была построена, и мало того, она могла летать. И также скажу больше, товарищи, в файлах игры я уже давно говорил, что данная машина присутствует. И это вопрос времени ее появления. Так же, как и я, и говорил, собственно говоря, и в прошлых видеороликов про Сливы. В нашей ВК-группе я скидал данную машину, и все в этом духе. Дальше на своих экранах вы можете наблюдать новый китайский реактив. Рассказывать о нем я не вижу смысла. Кому интересно, загуглите, посмотрите, я мало информации нашел. По факту у нас улучшенный движок и новая ракета, но это не точно. Дальше у нас Р-2В-7, авиационный самолет разведки. Если кому-то интересно также по поводу этой машины, я скажу больше. Что вот, напишите вот это товарища в гугле, и вы найдете больше информации. Дальше у нас Speedfire с триугольными крылышками. По факту, по вооружению. Это обычный Speedfire. По мощности обычный Speedfire. По корпусу обычный Speedfire. У нас острые крылья, чтобы мы могли резать юнкерши. Шиковать их, чтобы защищать нашу королеву. Ну ладно, давайте прекратить шутить. Данные крылья увеличивали скорость данной машины. По факту, маневренность у нас ухудшалась, но скорость увеличивалась. Дальше у нас в списке, как я заранее говорил, это Су-24. В рамках War Thunder я идеально вижу данную машину. Прошлых слив и что ведут в 2000. В 23-м году я ее упоминал. Во-первых, данная машина, как я из начала видеоролика говорил, могла нести кассетные бомбы. Она также могла и нести множество типов подвесного вооружения. И в рамках War Thunder она бы идеально подошла. Если мы посмотрим на Германию, у них есть МиГ-23. Но, интересная заметка, у него нету ракет «Воздух-воздух». И искренне, что мы, что Су-24 в дальнейшем будущем появится War Thunder, возможно, с этим крупным обновлением. И также данную машину мы уже видели в прошлых сливах War Thunder. А дальше, товарищи, у нас представлен перехватчик Торнадо. Вы скажете, что... Что? Он же Штурмовой. Зачем еще один Торнадо? Нет, товарищи, какие? Штурмовой был и Перехватчик. На сухих экранах вы можете видеть крепление ракет «Воздух-воздух» на Торнадо. На третьей картинке вы можете видеть тип подвесного вооружения, как они находятся. Зеленое, если что, это не ракета, а пушка. И вполне возможно, что данная машина будет представлена у нас в игре следующим крупным обновлением. Дальше, старый слив, но снова обретает актуальность и мощь. Ракета АИ-9М, которая еще два года назад тому светилась на форуме War Thunder. Данный хайп снова по поводу данной ракеты пошел с зарубежного форума, где игроки раздумывали и думали про всех разработчиков добавить данную ракету F-14V. Я не отрицаю тот факт, что американцы в этом обновлении получат АИ-9М. Ну, также у меня есть интересные новости до советов. Возможно, что все-таки разработчики доделали ракеты R-73. И, немножко измененными, но они придут в следующем обновлении вместе с АИ-9М. Как говорится, пальчики мы скрестим и будем надеяться ради свех святых. Дальше, немножко необычная информация, которую я нашел и скидываю в группу ВК. Возможно, это фейка, возможно, нет. Данные два скриншота были взяты с зарубежного форума War Thunder от игроков. На первом скриншоте вы можете видеть подвесное вооружение F-14V, где как раз мы можем видеть АИ-9М. И не только. Кому интересно, можете видосик на паузу поставить и посмотреть. Вполне возможно, что машина получит именно такое подвесное вооружение, но искренне к тому, что все-таки разработчики много чего не будут предоставлять данной машине. В связи с балансом. Дальше у нас, чего многие удивились и офигели. СУ-33. Да, товарищи, СУ-33. Конечно, это работа игроков. Я несконечно думал, что это правда от разработчиков, но данные два скриншота были взяты с зарубежного форума War Thunder от пользователя. Собственно говоря, тоже. Где нам представили. Типа подвесного вооружения СУ-33. И знаете, меня вот просто немножко смутило. Вы посмотрите, сколько ракет воздуха в воздухе. Это Р-73. Это Р-27. Это, господи, вы понимаете, какой-то опасный самолет. Но что меня больше всего удивило, это противокорабельная ракета. Если честно, вот по поводу СУ-33. Да, машина может появиться теоретически в рамках War Thunder в этом году ближе к концу. Но, чтобы с полным подвесным вооружением, и особенно с ракетой противокорабельной, вы загуглите. Я не буду, товарищи, представить сюда скрыны. Просто загуглите данную ракету. И вы все поймете. Ну, ладно, товарищи, а на этом мы заканчиваем первый список сливов по авиации. И переходим к списку по наземной бронетехнике. И первое, что мы видим на экранах, два китайских. И что мы видим на сухих экранах, это два китайских аппарата. И первый из них ZTZ-88V. По факту обычная 54-ка, модерн-дизина. По факту обычная 54-ка, которую обновили трансмиссию, новый двигатель, новая пушка. И также, да, он имеет ламы и тепловизор. Ждем Китай-партию. Дальше у нас французик. АМИ-X10ЭР-25. По факту, товарищи, это тот же самый Мардер. Только французский, только больше, по факту, тот же картон. С дополнительной броней по бокам. На ходовую данной машины ставились башни. В туровозах и противотанковых. Да, и кому интересно, можете найти информацию в интернете. Кому интересно, на стриме могу рассказать больше. Дальше немецкий Леопард 2А5. РСУ. РССО. На самом деле, данная машина уже давно осветилась в файлах игры. Еще в следующем крупном патче, когда открыли ДФСР, нашли машину в файлах игры, которую вы можете видеть на своих экранах. А дальше у нас... Не, я про него, вот простите, я рассказа не буду. Дэнэш Крэншот, если что, ползят с... Вартандер Вики. По факту, у нас вроде присутствует данный магах. И возможно, что у нас будет еще один магах. Господи, разработчики, надо больше магахов, почему так мало магахов? Интересно, нам надо больше. Дальше у нас представлена Большая Бринтанская Бабаха. Ну, и по факту, есть второй скриншот, где немножко меньше калибр. Если честно, данную машину с данным калибром было бы идеально впихнуть в... Прямо. Так же, как и вели французскую галбицу. На боевом рейтинге 1.7. Скажем, что и данный танк будет находиться где-то, ну, 2.3, либо меньше. Пишите, что вы думаете по боевому рейтингу. Ну, а так, вполне... Возможно, 50 на 60. Британская Фтуровская. Если честно, сомневаюсь, что данную машину ведут. Через чур, она уникальна. В боевой пропуск, да. В марафон, да. На какое-то мероприятие, да. Но не ветку исследования. Эта машина я посмотрел, она была выпущена, ну, в двух экземплярах практически. Так что, если честно, данная машина идеально подойдет в марафончик, в боевой пропуск и все в этом духе. Ну, не ветку исследования. Очень сомнительно, но... Отрицать не буду, что и такое возможно. Дальше у нас представлена лавка. Данная машина уже присутствует в ветке Соединенных Штатов Америки, как зенитка. Она уже присутствовала в прошлых сливах. И, как в прошлом видеоролике, скажу, что на базу данной машины ставилось все подряд. Так же, как и на базу Страйкер. Это универсальная база, на которой годится все. Это как зенитка, это как фтуровозка, это как машина поддержки десанта и все в этом духе. Дальше у нас представлена М10А1. Данная машина уже есть в рамках Вартандера. Но интересная заметка, чем отличается данная М10. Скажу заранее. Во-первых, это улучшенное бронирование. И, во-вторых, на данную машину цеплялся ковш. Да. Такое же, как у Ляпора 2.4 и у других современных ОБТ. Но в рамках Вартандера было бы интересно посмотреть на это. И дальше... Интересная техника, которую я со всей душой жду и верю, что она будет в ветке исследования. И это, товарищи, БМД-1. Почему я верю, что данная машина отправится в ветку исследования? Во-первых, у нас уже есть БМД-4. Во-вторых, разработчики говорят, что в дальнейшем будущем они будут вводить ряд машин БМД в ветку исследования. И в дальнейшем будущем мы это можем наблюдать. И в своем видеоролике, где я говорю, что добавят в 2023 году, я упоминал БМД-1, БМД-2 и БМД-3. Это вопрос, как говорится, о времени. Также интересная заметка, что разработчики недавно упоминали БРДМ-2 от игрока. Очень сильно им эта машина понравилась. И интересная заметка, что в своей ВК-группе они показывали скриншотик БТР-80А. Не БТР-82, а БТР-80А без таба и все в этом духе. Но потом они данный пост удалят. Данный пост они взяли у игрока, который делает синематики по СВО и все в этом духе. Но интересная заметка, они удалили данный пост с БТРом просто из-за того, что люди начали серьезно думать, что это анонс. И просто удалили его. И у многих людей тут уже, как говорится, подозрения начали появляться. Без конярс тому, что в данном патче, возможно, мы можем увидеть советскую Тауровскую, БРДМ-2 и догожданный БТР-80. Так же, как и БМД-1. Но это, товарищи, лис мои мысли и заметки. Дальше у нас список слива по флоту. Увы, простите, товарищи, я не флотовудец. Я знаю коллегу, который очень активно занимается флотом, видосики, стримы. Как говорится, вот к нему можно по данному вопросику подойти. Но что самое интересное, в данном списке присутствует новая карта War Thunder. Да, кто в бронепоезде, кто в танке, кто в Т-35 или либо в кровати, скажу, что разработчики анонсировали новую карту, которую в сливах у нас написано. Так же, товарищи, разработчики анонсировали деф-версию War Thunder Mobile, где мы заметили интересную заметку. Это подлодные лодки. В War Thunder они уже присутствовали у нас, но это были отдельные режимы с флотом, они не соприкасались. И разработчики, яско-нестому, отправили в War Thunder Mobile, чтобы посмотреть портест, как же будет играть подлодная лодка и корабли. О дальнейшем будущем перевести подлодные лодки на основу War Thunder. Как-никак мы можем видеть на их официальных стримах в настройках настройки подлодных лодок. И это вопрос времени, когда же в War Thunder появятся подлодные лодки. Я склоняюсь, что стоит ждать где-то на середине, либо в конце лета. А на этом все, товарищи. Поставьте лайк за оперативность. Подпишитесь на канал, чтобы поддержать творчество, как говорится, у меня. И поделитесь данным видеороликом со своими друзьями. Я уверен, что многим данный видеоролик зайдет. А на этом все. Удачи на полях сражения War Thunder. Нет, а на этом все, товарищи. Всем удачи на полях сражения War Thunder. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok